здравствуйте в эфире программа диана скажи и мы вновь с радостью отвечаем на вопросы которые поступают от вас наших телезрителей и первый из них звучит так здравствуйте я заказала выписку на квартиру через госуслуги там было указано что ее можно распечатать в мфц что для этого нужно да действительно в многофункциональных центрах появился сервис позволяющий распечатывать бумажные копии электронных документов из личного кабинета с портала госуслуг а вот что нужно сделать чтобы документ имел юридическую силу наравне с подлинником узнаем из ответа нужно дождаться когда вам придет ответ на госуслуги обратиться в мфц и любой специалист в окне приема сможет вам распечатать ваш документ заверить его живой синей печатью для этого необходимо предоставить документ удостоверяющий личность и номер заявления с госуслуг если у вас нет устройства с выходом в интернет то в филиалах мфц есть в свободном доступе компьютер где вы сами через госуслуги сможете заказать выписку важное условие вы должны являться правообладателем выписки если это с выписка вам нужно без графиков и схем то эту выписку вы можете заказать совершенно бесплатно помимо выписки можно заказать и другие социально значимые документы такие как справка о наличии и отсутствии судимости справка о наличии и отсутствии административного наказания за употребление наркотических веществ сведения о трудовой деятельности сведения о состоянии лицевого счета справку о выплатах с эсфер за период свидетельство о регистрации по месту жительства и пребывания и многое другое важно уточнить что самостоятельно распечатанный электронный документ не имеет юридической силы и не может квалифицироваться как подписанный если вы бизнес-вумен то рано или поздно вероятнее всего задумайтесь о том как спокойно уйти в декрет и получить пособие добрый день подскажите могут ли мамы которые занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью получать пособие по беременности и родом девушки предприниматели также какие девушки работающие по трудовому договору могут получить декретные пособия от государства однако есть одна деталь для этого им нужно уплатить взносы в фонд социального страхования как правильно это сделать и на какую сумму можно рассчитывать узнаем далее женщина предприниматель может рассчитывать на следующие пособия первое это пособие для беременных вставшим на учет на ранних сроках до 12 недель как это работает необходимо встать на учет женскую консультацию на сроки беременности до 12 недель средний душевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума и должен соблюдаться имущественный ценз в этом случае семья будет получать пособие но размер варьируется в зависимости от дохода 50 75 либо 100 процентов от прожиточного минимума она его будет получать с шести недель беременности и до девятого месяца следующее пособие очень важно это по беременности и родом но здесь какой момент если женщина предприниматель успела заключить договор добровольного медицинского страхования и внесла добровольные взносы то в этом случае она будет получать тот самый больничный по уходу в размере 60 70 тысяч но если она это сделать не успела то к сожалению на эти деньги не получит девушкам которые планируют уйти в декретный отпуск в этом году необходимо до 1 июля заключить этот договор и внести в добровольный взнос следующая пособие которое получат все независимо от дохода и прочего это единовременная выплата при рождении ребенка главное успеть подать на эту выплату в течение шести месяцев после рождения ребенка также если семья не расходовала свой материнский капитал либо частично потратила и что-то еще осталось может получать пособие на детей в возрасте от нуля до трех лет со своего же маткапитала и неважно какой последовательности этот ребенок 2 3 1 просто со своего маткапитала на ребенка в возрасте от нуля до трех лет там правило намного проще просто смотрят доход в расчетном периоде и не должен превышать двух прожиточных и выплачивают ровно сто процентов от прожиточного на ребенка коротко о выплатах для мам которые занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью мы рассказали и смело переходим к следующему не менее интересному вопросу доброго дня какие семьи могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки слышал об этой мере государственной поддержки но так до конца не разобралась да действительно многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита и процентов по нему в связи с рождением третьего или последующего ребенка но нюансов много и далее мы расскажем какой пакет документов необходимо собрать в каких случаях предусмотрена выплата субсидий как долго ждать начисления и как все это сделать без визита в банк здесь только два условия первое 3 либо последующие дети должны родиться после 19 года а ипотека должна быть оформлена до 1 июля 24 года в таком случае пишется заявление пишется заявление в банке где открыта ипотека на погашение 450 тысяч то есть государство погашает вашу ипотеку в размере 450 тысяч нужно написать заявление можно через госуслуги можно через портал дом клик можно лично в отделении банка просто пишется заявление предоставляется все свидетельства о рождении детей и государство автоматически в течение 10 дней погашает 450 схема получения субсидии на погашение ипотечного долга работает следующим образом клиенты подают заявление и документы в банк где брали ипотечный кредит банк их проверяет и передает оператору программу дом.рф который проводит финальную проверку заявок и выносит решение либо о выплате субсидий либо об отказе отказать могут родителям которые были лишены родительских прав и при этом важно знать что одна семья не может получить выплату дважды по одному и тому же кредиту даже если со времени получения господдержки прошло много времени или были рождены еще дети при этом субсидия может составить меньше 450 тысяч рублей если по процентам и долгу по кредиту осталась меньшая сумма далее подробно о том какие документы нужны для подачи заявления через банк заявление о погашении кредита паспорт снилс и согласие на обработку персональных данных свидетельство о рождении всех детей а также паспорта тех кто достиг 14-летнего возраста и старше их присутствие обязательно они должны подписать согласие об обработке персональных данных также необходимо предоставить документы которые подтверждают материнство или отцовство кредитный договор на погашение которого запрашивается субсидия и документ о приобретении недвижимости им может послужить договор купли-продажи жилого помещения главной положительной особенностью субсидии выступает возможность использовать ее с другими мерами государственной поддержки а следующий вопрос который поступил к нам в программу звучит так здравствуйте нас пять дольщиков один из нас вынужден подать документы на банкротство в таком случае одну пятую доли мы потеряем на ваш вопрос ответит адвокат регина каграманян согласно конституции российской федерации каждый имеет право на жилище в случае если дольше один из дольщиков объявил себя банкротом это не означает вовсе что другие дольщики потеряют свои доли потому что дольщик как собственник имеет право владеть пользоваться и распоряжаться своим имуществом случае если за долги другого человека у него заберут долю вверх это незаконно во вторых если вдруг у него каким-то образом заберут эту долю то он бы то будет нарушена право добросовестного приобретателя то есть будут нарушены уже права других дольщиков это незаконно поэтому такого быть не может и в случае если дольщик который объявил себя банкротом докажет что это его единственное жилье то она обладает иммунитетом у него его тоже не заберут а мы переходим к следующему вопросу здравствуйте упал на работе получил небольшой ушиб считается ли это производственной травмой производственная травма это травма которую сотрудник получил во время работы при этом не важно работает он на стройке или в офисе например вывих ноги у курьера и обморожение лица у садовника тоже считается производственной травмой но если сотрудник получил повреждение по своей вине производственная травма превращается в халатность и нарушение техники безопасности производственная травма эта травма полученная сотрудником при выполнении трудовых обязанностей в соответствии действующим законодательством производственная травма является любое телесное повреждение полученное на рабочем месте при исполнении трудовых обязанностей то есть неважно вообще работник работает на стройке либо в офисе либо вообще работал из дома в случае получения производственной травмы создается специальная комиссия которая проводит расследование отнести это к несчастному случаю либо к производственной травме производственным травмам относятся несчастные случаи с получением повреждения это ожоги переломы ушибы поражение током и прочие даже укусы тоже относится к производственной травме производственной травме также можно еще отнести повреждения нанесенные другим сотрудником либо работодателем случае получения производственной травмы сотрудник имеет право на выплаты которые размер которых определяет уже комиссия, которая провела расследование, отнести это к производственной травме, либо к несчастному случаю. Каждый случай индивидуальный, в зависимости от повреждения, получается выплата. Профзаболевания, которые возникли у сотрудника на производстве и привели к потере трудоспособности, тоже, конечно, считаются производственной травмой. Сегодня мы разобрали самые актуальные вопросы, которые за неделю поступили к нам в редакцию. Пишите или звоните по номеру 8 918 701 7041. А наше эфирное время подошло к концу и я прощаюсь с вами до следующего выпуска.